скважину метр вот метр два и два с половиной водичка лупает там пару оборотов больше не поднять очищаем все да опускаем сейчас попробуем глина сплошняком сплошняком глина хоть бы камешки песочек появился бы проворачивать ну вот почти 7 ну вернее 7 литровое ведро было у меня пять литров глины было и вот что осталось предварительно отмыл на улице сейчас тут немножко мутную водичку убрал просто сейчас надо вот это все мне отмыть дело небольшое количество осталось песочка и потом посмотрим кремешок забыл совсем короче здесь был у меня материал и вот так вот я делаю доводочку и так нулевую руку неудобненько но все равно видно да опять водички набрал сюда и опять неудобно левой рукой не умею ну все я доведу отсушу материал и под микроскопом посмотрим что там есть ну вот что у меня получилось с 5 литров глины черный шлих хочу обратить внимание видите какие мелкие крупинки черного шлиха с плотностью 5 максимально 5 грамм на кубический сантиметр то есть золото такого же размера тоже останется в лотке у меня лоток мусорный совочек потому что небольшое количество я довожу сейчас чуть внимательнее посмотрю есть тут что или нет ну сам факт что видите крупиночки все от кварца отмыл спрашивают как отмыть да вот так и отмываешь черный шлих полученный из длинные в основном соединение железо это магнетит соединение титана ильминит рутил есть присутствует видно зерна циркон не вижу гранат не увидел ну и золотинок естественно не увидел пока что вот так не получилось есть сторонники химии заливать глину ну вот вам пожалуйста пример то есть глина промыта тяжелая фракция выделена золото не видно так что если смысл химичить с глиной я не знаю вряд ли в легкой фракции какое-то атомарное золото было ну это из фантастики ближайшее время постараюсь взять пробы еще в одном месте промыть там интересное видно старое русло вот может быть там что-то чего-то будет обнаружено тоже попробую забуриться метра на три хоть это и тяжело но постараюсь результаты сообщу русло вот так вот русло вот так вот